Всем привет и слава о Украине, передача новостей из Кавказа продолжает свою работу. С вами я, Гелла Ласадзе, и сегодня у нас программа дипломатии вместе с хорошо знакомым и любимым вами Тофиком Зульфугаровым. Приветствую, Тофик, очень рад видеть. Здравствуйте, Гелла, здравствуйте, уважаемый зритель канала. Тофик, очень быстро развиваются события, очень много. Казалось бы, вот мы каждую неделю встречаемся, вроде бы как должно быть времени, а уже кажется вот этот вашингтонский марафон, он кажется уже чем-то очень далеким и давно прошедшим. Тем не менее, мы с вами обсуждали по ходу его, а вот итоги мы не обсуждали. И есть две точки зрения то, что ничего там не было, и то, что есть определенный прогресс. Есть эти точки зрения в экспертной среде, и есть эти точки зрения, первую точку зрения выразил сегодня, по-моему, Патер, это зам госсекретаря США во время пресс-конференции, сказал, что достигнут важный прогресс и это очень важная встреча. А замсекретаря, по-моему, Совбеза Армении, сказал, что никакого прогресса не было, ничего не было. Ваша оценка, можно ли сказать, что встреча прошла, вот этот марафон четырехдневный прошел в пустую. Ну, вы знаете, несмотря на то, что документы как-то держатся в секрете, то, в принципе, ничего секретного в этой теме уже не существует. Если давать какие-то номера тем или иным темам, то можно их просто не называть, а номер такой, номер такой и так далее. Это как в старом анекдоте. В старом анекдоте, да-да-да. Что анекдоты не пересказывались, а в целом назывались цифры. Поэтому, ну, в принципе, понимаете, тут главная тема любых переговоров наших с Арменией заключается в одном. Вы перестаете иметь к нам территориальные претензии или нет? Неважно, как они завернуты, какой они бумаги, в какой упаковке эти территориальные претензии, на каком-то этапе это присоединение Нагорно-Карабахской автономной области, на какой-то этапе это присоединение Нагорно-Карабахской, бывшей Нагорно-Карабахской области, плюс оккупированные районы вокруг, которые, ну, в три раза были больше территорий самой Нагорно-Карабахской автономной области, да. Вот. И тогда вот последняя версия это была то, что Пашинян сказал, Арцах – это Армения. То есть он все сразу присоединялся. Теперь после войны, значит, мы видим новую версию. У нас нет территориальных претензий, мы говорим только о безопасности и правах армян в Карабахе. Но все это, они считают, должно иметь некую территориальную, скажем, такую, ну, форму, что ли. То есть права, которые имеются у других граждан Азербайджана, если калькировать на армянское население, то этого недостаточно. Вот. Ну, мы к этому относимся, однозначно, мы понимаем, что это новая форма территориальных претензий. Вот и все. Потому что, помните, вот все эти боестолкновения и так далее, азербайджанцы установили там пост, свои позиции передвинули туда. То есть, по сути дела, речь шла о линии соприкосновения. За счет российских войск они вот обеспечивают каждый свой контроль. После начинской темы создалось серьезные основания для того, чтобы понимать, что это уже тоже не вечно. И тут для армянской вот этой вот тактики или стратегии, если хотите, присутствие миротворцев в этом регионе является важнейшим, скажем, фактором. И в Вашингтоне все ждали, что они, скажем, отказавшись от территориальных претензий к Азербайджану, сделают задачи или роль российских миротворцев в этом регионе ненужной. Нет конфликта, нет миротворцев. Форма оставления там людей, армянской национальности, проста. Права те же, что и у граждан Азербайджан. То есть это намного выше, например, чем в странах Балтии существует такая категория, как неграждан. Им гражданство не даст. Они там живут. Мы же после этой тяжелой войны, несмотря на дисбаланс того, как в Армении нет азербайджанцев, а в Азербайджане еще есть армяне, и имеют возможность получить гарантии безопасности от Азербайджана, и права. Армения же такого пока не декларировала. И поэтому для них вашингтонский раунд переговоров стал неким шоком. Когда в Вашингтоне, несмотря на наличие огромной диаспоры, Менендес там что-то в Конгрессе продвигает и так далее, вдруг исполнительная власть, Блинкин заявляет, да, национальные меньшинства, проблемы национальных меньшинств, они будут рассматриваться в дальнейшем, если обе стороны согласятся. Причем соответствующих национальных меньшинств. То есть, кто в тех или иных государствах. В том или ином государстве, точнее. Вот, собственно, что получилось. Ну, за всем этим, конечно, скрывается одно. Я считаю, что Пашинян получил заказ не идти на урегулирование и продолжать вот эту старую политику. Поэтому сегодняшнее его заявление о том, что если Россия возобновит свое предложение, то он, видите ли, готов присоединиться к нему. Ну, мы помним, что это за предложение, у нас свой подход, ну, Путинская трактовка, у вас свой подход там и так далее. Чем они отличаются? Тоже всем ясно. На попытку Путина сказать о том, что это в дальнейшем может быть рассмотрено и так далее, президент Илья Малиф однозначно сказал, глядя в телекамеры и находясь рядом с Путиным, сказал, для нас конфликт урегулирован. Вопрос закрыт. И поэтому все прекрасно понимают, что вопрос закрыт. В 25-м году миротворцы, ситуация будет в той или иной стадии, завершат свой функцию. Может быть, мы, обладая суверенными правами, подумаем, чтобы привлечь в качестве миротворцев и усилить другой компонент этой операции, ну, например, турецких миротворцев, если мы захотим воспользоваться их помощью. Это наше право, если нам понадобится. А если не понадобится, я думаю, что и тоже никто ничего не скажет. Потому что когда армянская сторона будет обращаться в Соединенные Штаты, еще куда-то, теперь же и скажут, ну, у нас же был шанс. Вы его не использовали. Как сегодня они говорят, у вас же был шанс отдать какие-то территории, начать мирный процесс. Вы его не использовали. И сейчас вы тоже не использовали. Ну, точнее, им не дали использовать. Россия, несмотря на ситуацию в Украине, со всем этим конфликтом, она просто не хочет убирать конфликтное поле. Но мяч опять на стороне Азербайджана. Вы не хотите признавать наши границы и наш суверенитет, окей? Тогда автоматически у вас нет границ и вашего суверенитета. И поэтому вдруг миссия Европейского Союза оказалась, что она не нужна. Она создает, наоборот, риски безопасности. Заявление Пашаняна. Здравствуйте, приехали. И мы видим, что начинается новый этап. Пашинян бросается в объятие Кремля. И сегодняшние вот это, скажем, мероприятия и так далее, его предстоящий визит означает только одно, что он будет торговаться и просить, что он получит взамен. Получит взамен он у кого? Или попытается получить взамен у кого? От России, которая сегодня не в самой лучшей ситуации. Против кого? Против Азербайджана, который является военно-политическим союзником Турции, и Турция является военно-политическим союзником Азербайджана. На сегодняшний день есть определенные сильные тенденции, когда и Соединенные Штаты также рассматривают в определенной степени важность Азербайджана, как выразился Блинкен, в том, чтобы достичь оперативной совместимости азербайджанских вооруженных сил, которые с вооруженными силами, надо понимать, Соединенных Штатов, у которого, у Азербайджана, есть очень протяженная граница с Ираном. Плюс очень серьезные заверения от Исраиля. И так далее, и тому подобное. Теперь готовится встреча в Брюсселе, как я понимаю. Посмотрим, что сделают друзья Армении для того, чтобы постараться убедить Пашиняна, что по этой дороге идти немцы. Хотя, я думаю, что там будет несколько другая игра. Потому что на протяжении долгого периода мы говорили о том, что администрация Макрона несколько своеобразно видит свое место в западной коалиции. и у нее есть определенное свое видение и по ситуации в Украине, и по, скажем, взаимоотношениям Европейского Союза, и Франции, в частности, с Китаем. И не будем забывать его давнее заявление о том, что если мы хотим чего-то достичь, в Карабахе мы должны взаимодействовать с Россией. Правда, это было до войны. Я имею в виду войны в Украине. Но, может быть, эти идеи и до сих пор еще у Макрона присутствуют. Так что мы видим вот эту ситуацию. Давайте посмотрим, давайте подождем. Ставка на Иран не оправдала себя. Я думаю, что Иран занят совсем другими проблемами. Ставка, там, я не знаю, на других союзников, иногда экзотических, как из далекой Индии, например, и так далее. Попытка создания некого блока Ирана. Армения, Греция тоже, судя по всему, нереализуемы. Какие-то особые реверансы в отношении там, я не знаю, каких-то средиземноморских государств, которые имеют напряженные отношения с Турцией и так далее. То есть мы видим, что в этом контексте у них перспектив нет. и походив, так сказать, грубо говоря, по базару, они сегодня сделали ставку на то, чтобы вернуться и поклониться в Кремле и попросить себе какие-то преференции. Вот и все. По поводу оперативной совместимости и по поводу иранского кейса, я думаю, что сейчас цена вот этого конфликта, который я всегда называю архаичным конфликтом, она неимоверно возросла, потому что достаточно посмотреть на географическую карту Евразии. с одной стороны Россия, с другой стороны Иран, и в общем-то есть Южный Кавказ. Такая узкая, правда, между двумя морями, но тем не менее узкая полоса суши, через которую возможна логистика. Перерезать ее, ну, это в общем-то просто мечта. И для Ирана, и для Москвы. Другое дело, насколько у них есть на это ресурсы, и насколько американцы обеспокоены тем, что они могут это сделать. Вы знаете, вы абсолютно правильно указали на эту уникальную географию. Я, когда был на официальной должности, я всегда во многих местах начинал свое выступление с того, что говорил. Азербайджан уникальная страна, единственная в мире, которая имеет границы с Россией и с Ираном. в мире. Поэтому, чтобы понять сложность геополитической ситуации Азербайджана и те вызовы, с которыми он сталкивается, ну, это было достаточно много лет назад. Вот, поэтому еще тогда многие на Западе очень хорошо понимали это значение. да и вот не могу удержаться от того, чтобы не сделать отступление. Вы, как историк, меня поддержите. Это я всегда за, я более того, я, ну, это может быть слишком амбициозный проект, я думаю, что вообще необходимо делать отдельный цикл, а может быть вообще отдельный канал про истории, новейшие истории Кавказа, вот с такими вот отступлениями и уже конкретными темами, потому что она ведь меняется. Я сейчас немножко о другом, но в этом есть тоже какой-то смысл. Ведь миграция первобытных людей, мы знаем, что проходила через Кавказ, в Европу все пришли через Кавказ. Более того, когда мы едем в Европу для того, чтобы показать свою принадлежность европейской нации, и мы все остальные обязаны писать кавкежем. Потому что европеец по-английски называется кавкезем, кавказец. Поэтому уникальность той географии, о которой вы заговорили, она, собственно, не наша придумка. Она еще с тех стародавних времен, когда кто-то хотел туда в том числе и пойти жить в Европе, они вот как-то проходили через нас. Более того, через много-много тысяч лет еще сохранили свои воспоминания и названия о том, что они, в общем-то, кавказцы. Ну, это, так сказать, такое лирическое отступление. Кавказская раса, да. В стиле там, я не знаю, раннего Гумилева, там еще струка. Да, ну и там пассионарность. Да, действительно, страны Кавказа переживают в этот период и народы переживают некий подъем пассионарности после долгой спячки, вот, которая длилась несколько, в общем-то, веков, когда мы цивилизационно отодвинулись от основных центров цивилизации. Ну, теперь вот все как-то меняется. Я так понимаю, что сегодня в нашем конфликте определяющим компонентом для анализа является продолжающаяся конкуренция между Западом и Россией, что не отменяет нашей Конкуренции между Западом и Ираном. Давайте тоже не будем это отменять. Согласен с вами, но в данном случае я все-таки считаю, что Ирану уже много-много лет не дают сформатировать конструкцию, в рамках которой он будет восстанавливать свою имперскость. имперскость. в этом сегодня и кризис идей державности. Применять этот термин в отношении Ирана, хотя, конечно, родина этого термина далеко-далеко носит. и является и в иране такое понятие, национальность не существует. И поэтому для многонационального Ирана это, в общем-то, не только религиозное предпочтение, это и инструментарий, с помощью которого можно сплотить граждан разных национальностей в одну, так сказать, нацию. Получается это? А вот тут у меня возникают большие сомнения. Не получается. Как не получилось у Советского Союза создать общность советский народ или советский человек. Мы видим, что сегодня некоторые процессы нам напоминают те процессы, которые происходили в Советском Союзе перед распадом. То есть коммунистическая идеология не могла удержать разнонациональные составляющие и единство государства, что, собственно, и сегодня и продолжается. Война в Украине, трудные взаимоотношения с Белоруссией и с Польшей. Все это отражение некой новой идеологии мы, славянской. Распад Советского Союза начался с того, что было Беловежская пуща и три славянских главы государств новых объявили, так сказать, о том, что произошло. Если бы не вмешательство Назарбаева, который сказал, ребята, вы что, собираетесь сделать славянское государство, а так же мы. И тогда, так сказать, началась вот эта вот тема с СНГ. Я о чем говорю? Ведь славянское единство было разрушено несколько веков назад, тогда, когда поляки стали католиками, а русские православные. Ведь, ну, если можно так сказать, католицизм пришел в Польшу достаточно поздно. Ну, достаточно историческом плане. И тогда, в общем, вот это вот разделение большой части славян, оно произошло. И сейчас продолжается уже разделение между внутри славян православных. И в какой-то степени вот все, что сейчас сегодня происходит в Украине, это тоже разделение вот этой идеологемы славян, да, единство славян. Сегодня мы говорим о единстве тюркских государств. Это тоже некий вызов. Вы можете предложить какую-то к обсуждению концепцию иранскую силу, кроме шиизма, которая бы позволила вот сплотить, скажем, воедино разнонациональные группы в Иране? Ну, шиизма, достаточно прочная концепция-то оказалась. А последние события? Ну, трясет их периодически, да. А кого сейчас-то трясет? Не, ну, вы знаете, там все-таки, несмотря на все эти годы, понятие национальной предотвиженности так и не ушло никуда. Ну, все эти футбольные матчи, все эти считалки, читалки, да, поклонников футбольного трактора, трактор, и так далее. То есть там процессы еще идут, чем они закончатся, неизвестно. Так что вот мы с вами сделали такой экскурс, ушли немножко дальше. И во всей этой картине мы видим, что Армения вместо того, что мы предполагали, что она пойдет на Запад, она сейчас вернулась к Кремлю. Будем посмотреть. То есть это заметили и в Вашингтоне тоже. Я думаю, это заметили и в Кремле, и в Брюсселе. Естественно, это заметили и в Баку. Ну, если хотите, в Анкаре тоже. Так что вот такая ситуация на сегодняшний день. Мы стоим в начале этой попытки. Насколько она будет успешна, я уверен, что будет неуспешна по одной простой причине. Что для сегодняшней России конструктивные, взаимовыгодные взаимоотношения с Турцией и с Азербайджаном являются одним из важнейших реалистов. Армения ничего не может предложить в этот Капюк. Разве что, ну, пообещать, что я сюда не буду пускать Запад. Ну, проблематика-то в чем? Давайте, если мы разберем по кейсам вот эту всю проблематику. Ну, вот смотрите, проблематика в том, что русские не хотят никуда уходить. Русские хотят стоять. Почему они хотят стоять? Я, честно говоря, их не понимаю, но хотят. И в Армении, и в Азербайджане, и в Грузии. Они хотят, чтобы у них там были войска. Может быть, это у них... Нет, не может быть, это у них и есть такая отрыжка имперского сознания, потому что кому нужны войска, если у тебя есть другие инструменты, у них уже других инструментов тоже не осталось. С другой стороны, пока там русские войска, там вполне армянские вооруженные формирования. Дальше, да, КПП есть. КПП, я знаю, что это КПП, но Роялти Копчаку, будем называть его поближе, КПП, как на же передаче. КПП в Азербайджане есть, но рядом с этим КПП стоит Российская. Ответьте. И самое главное, то есть... Ну, смотрите, ведь... 9 мая. Можно назвать дипломатической победой Путина? Потому что столько человек приехало к нему. Я думаю, нет. Я скажу, почему. Потому что в этом отношении внутри СНГ к 9 мая есть очень большая ревность со стороны не русских, а точнее не со стороны тех, кто не из России, потому что часто, так сказать, приватизируется. Россия – это победа. Да, конечно, Россия и русский народ пустили самый большой вклад. И принесли больше всего жертвы. Это понятно. Это аксиома. Но для нашего самосознания независимых государств такое понятие, как участие во Второй мировой войне на правильной стороне является очень важным. В Первой мировой войне мы участвовали, я имею в виду Грузию и Азербайджан, мы участвовали, не знаю, насколько неправильно, но на стороне проигравших. Согласен, но Брусиловский прорыв тоже где-то часть нашей истории, да, скажем так. Но это опять мы к историкам возвращаемся. Ну, Вторая мировая война, понимаете. Ну, если брать, сравнивать нас с французами, да, когда флот Ее Величества обстреливал в Тунисе корабли французские, чтобы их небо французы не передали Германию. Так что есть и такая страница, когда французы, в общем-то, воевали против стран Осипы. А теперь они вот пользуются, как из-за де Голля, они пользуются правами, так сказать, победить. Ну, тут по-разному, понимаете. Я вот посмотрел Китай, количество его потерь, и Индия, количество потерь. У них намного больше, чем Соединенные Штаты. Три раза. Ну, понятно. Не будем забывать, что в свободной Франции и Францию во многом освобождали военнослужащие французские, которых набирали в колонии французские. Марокканцы, алжирцы. А потом французы расстреливали, так сказать, ветеранов Второй мировой войны за их участие в войне за независимость. И такое было. Поэтому в данном случае, когда нас кто-то пытается столкнуть на ту неправильную позицию, как я считаю, чтобы как бы отрицать значимость для нас участия в этой войне, я считаю, мы должны от этого уходить. И мне сегодня понравилось заявление президента Украины Зеленского, который, да, делает это заявление в контексте сегодняшних событий, но отдает должное участие Украины, украинского народа во Второй мировой войне. Вы знаете, когда я работал послом в странах Балтии, эта тема всегда была актуальна. Потому что с друзьями нашими разговаривали на эту тему, они говорили, ну, пришли русские и навязали свой режим, оккупировали нас. Они не дали нам свободу. Ну, советские. Я всегда говорил, что да, советские. Но я говорил о том, что да, если смотреть на эту ситуацию с точки зрения простого солдата и офицера, он выполнял, во-первых, приказ и свой воинский долг. Да, воевал там. Да, он победил нацизм. Но свободу он вам не дал. Потому что он сам был несвободен. Поэтому в данном контексте отношение к памяти этих солдат у меня идет вот от этого. И поэтому мы всегда, естественно, на основании соответствующих инструкций из центра, принимали участие в поминальных мероприятиях, возложении венков и так далее. Не будем забывать, что и, например, в Латвии погибли, был ранен смертельно генерал Азиаснан, памятник которого находится на городом парке, где Алия Шахидов. И так далее. То есть, исходя из этого, постоянная вот эта вот концепция сохранения нашей роли обязательно должна отмечаться, когда мы говорим о том, что президенты стран СНГ, скажем так, приняли участие в праздновании вот этой победы. Поэтому тут у каждого свои интересы. А давайте постараемся понять их логику. Ну вот логика, например, я просто выскажу по поводу Бердема Мухаммедова, который не член ДКБ, к ДКБ мы еще вернемся к членам, не член ДКБ, это заводная страна, и тут молодой парень, в общем-то, которому папа передал власть, не знаю почему, по каким соображениям своим, он едет в Москву. Это же определенное климо, это же определенная, скажем так, определенная метка. Нет? Ну, не будем забывать, что он карьеру президента Туркмении, Туркменистана сделал вооруженных сил. И он был офицером вооруженных сил. По-моему, до полковника дослушиваться. Поэтому в данном случае я думаю, что на него также можно распространить ту логику, о которой я говорил. Во-вторых, происходит определенная передача, скажем, каких-то властных полномочий к нему. А это не просто, так сказать, написать указ. Там есть определенные корпоративные интересы внутри этих структур и так далее. Мы не будем забывать, что Иран достаточно активен в Туркмении. И поэтому Туркмения всегда вела очень интересную политику. Например, у нее были достаточно продвинутые отношения с талибами. И для талибов они являлись, скажем, достаточно хорошими партнерами. Или такой форточкой во внешний мир. И традиционно в туркменской политической элите нейтрализация русских осуществлялась с помощью Ирана, а Ирана с помощью русских. Вот ничего тут нового нет. Вы говорите о том, что это маркер того, что сегодня в Туркмении, скажу так, Ирана боятся больше, чем русских. Немного грубовато, но мысль понятна. Может быть, не боятся, а опасаются. Не забывайте о Китае. Я не знаю, почему мы сконцентрировались на Туркмении, но для нее... Я хочу потом перейти к другим тоже. В Туркмении это как бы... Мы все будем так разбирать. Ну так, в легкую. Я не могу за них говорить, я могу предполагать. Ну, например, мы объединим Рахмона и Жапарова. Там все более или менее понятно. Там, да, вопросы безопасности, вопросы, скажем так, вопросы безопасности и вопросы экономики тоже достаточно, там, миграции и так далее и тому подобное. С Такаевым, ну, не знаю. Наверное, это был тот, который мог сказать, нет. определенные их взаимоотношения с Узбекистаном, Каракалпаке и так далее и тому подобное. Каракалпаке это русские? А? Каракалпаке это русские? Ну, как, а что? Если в Карабахе, скажем так, в армяно-азербайджанском конфликте истоки ведут от этого, почему вы думаете, что там? Просто у всех разные стадии раскрытиясь. Поэтому механизм управления, конфликтного управления, он присутствует. И не надо думать, что только я всегда хочу повторять эту фразу, что конфликтное управление применяется всем испокон веков. Поэтому ничего нового политики не придумали. Понимаете, на сегодняшний день плохо или хорошо все видят, что пока Россия устояла. все Путину устояли. Да, вид немного потрепанный, скажем так, у вооруженных сил, но это мягко говоря. Но, тем не менее, те же. Более того, сигналы, которые раздаются в отношении перспектив сотрудничества России с Китаем, может быть, выстраивания каких-то новых взаимоотношений, да, тут опять почему-то мне вспомнился Макрон со своим визитем в Китае, наговорил столько идей примаковского уровня о центрах силы, многополярности мира и так далее. Поэтому процесс идет. Наши украинские братья, конечно, на все это реагируют очень остро, вот, и их можно понять. Но, к сожалению, мы здесь, или к счастью, мы здесь пытаемся анализировать политику. Нету эмоций нету. То, что Путину удалось, удается пока удерживать ситуацию, не удалось, а удается. Это как бы не обсуждается, так оно и есть. Это просто такой же факт, как, ну, сейчас на улице сейчас весна, и или то, что Волга впадает в Каспийское море. да, это действительно да. Да, я согласен с вами. Конечно, это противостояние продолжается, насколько далеко зайдет Запад в поддержке Украины, как долго он будет, скажем так, расшатывать руками украинцев Россию, как на это смотрят потенциально следующие, так сказать, жертвы Иран и Китай, как они будут соразмерять свое, так сказать, будущее от этой ситуации. Вот, это все сложный процесс, и поэтому однозначно я бы не сказал пока. Процессы действительно сложные, но тут я подойду к изюминке нашего разговора. Сначала речь шла о том, что едет только Жапаров. Потом ему добавился, ну, Лукашенко как бы он автоматом, то есть если бы приехал только Жапаров, тогда, может быть, Лукашенко тоже не позвали. Потом нашел Путин аргументы, чтобы пригласить остальных союзников по ДКБ. потом нашел аргументы, чтобы пригласить партнера по СНГ. Но из всех лидеров стран СНГ только один президент не присутствовал на Красной площади вчера. А это и этим президентом был Ильхам Алиев. Ну, вы знаете, я тут склонен меньше всего рассматривать вероятность какого-то политического деманша. Почему? Потому что график президента Азербайджана естественно на сегодня заполнен мероприятием, которое завтра будет отмечаться. Это столетие с дня рождения Гейдара Алиева. А это означает. Дорогие друзья, я хочу вам сказать одну вещь. Понятно, что мы пишем передачу заранее. Эта передача будет в эфир 10 мая, поэтому у нас сегодня будет отмечаться 10 мая. Я почему... Спасибо за уточнение. Я почему это отмечаю? Потому что год назад было объявлено, что это будет целый год каких-то мероприятий, связанных с этой датой. Я сам тоже принимал участие в нескольких мероприятиях, в записи каких-то воспоминаний и так далее. Вот, кстати, учитывая специфику моей деятельности, что я был вовлечен в переговорный процесс, я отметил одно очень важное обстоятельство, которое, возможно, не так оценивается в должной мере, как следовало бы. Ведь мы с вами даже один раз на этот счет говорили. Дело в том, что если брать структуру армяно-азербайджанского конфликта, карабахского конфликта, как он назывался еще со времен Советского Союза, то это всегда была концентрация на карабахской тематике, на горно-карабахской автономной области и так далее и тому подобное. Но на определенном этапе, а конкретно после оккупации Лачина, ясно было, что это по сути дела в открытой форме проявилась агрессия, вооруженная агрессия Армении против Азербайджана. И поэтому составляющий компонент, да, проблематика карабахская, она всегда выпячивалась армянской стороной и, скажу откровенно, российской дипломатии. Даже было несколько попыток сделать их равноправной стороной конфликта. Собственно, это единая тактика для всех конфликтов региональных, о которых мы говорили, когда хотят за стол переговоров наряду с законными властями посадить вот этих марионеток, которые в нашем случае являются марионетками в первую очередь России, а потом Армении. Ну, в вашем случае там другие марионеты. Такая же ситуация в общем-то и в Украине, когда весь минский процесс так называемый был посвящен тому, чтобы усадить их со стол переговоров и чтобы они переговаривались с властями в Киеве. Вот, собственно, о чем идет речь. Но на определенном этапе Азербайджан, естественно, всегда был против этого, поэтому столько много спекуляций вокруг того, как было заключено, как была достигнута договоренность о прекращении огня. И опять-таки подчеркиваю, что это не соглашение, а договоренность, потому что соглашения такого не существует, потому что нет единой бумаги, где стоят подписи, понимаете, исполнительных структур, ответственных за выполнение режима прекращения огня. А есть обмен факциями, которые предполагают, что это называется договоренностью, а не соглашением, потому что в соглашении присутствует, скажем, такая часть текста как альтернат, где указывается подписавший сторон. А такого альтерната, как говорится, дипломатик, она называется, вот эта часть, где подписываются, вот, такой части не существует, поэтому мы говорим о договоренности. И после того, как достигнута была договоренность, на разных этапах пытались представить две армянские стороны. Республика Армения и Карабах. Мы всегда говорили, что, во-первых, в Карабахе есть еще одна заинтересованная сторона, согласно мандату 24 марта, это азербайджанцы Карабаха. А в целом мы предполагали, что следует рассматривать проблематику агрессии Армении против азербайджанцев. И вот в один прекрасный день, а этот прекрасный день был в апреле 1998 года, когда в Москве Гейдар Али встретился с новоизбранным президентом Армении Робертом Кочаряном. Эта встреча произошла в президент Атели, и после этой встречи я был уполномочен прочитать заявление для прессы. На этой встрече была достигнута договоренность, что переговоры будут происходить между главами президентами тогда Азербайджана и Армении. Так выразился Кочарян, а все остальные нам только мешают. Вот, и было сказано много слов о том, что Кочарян верит, что, во-первых, он с большим уважением высказался о Гейдаре Алиеве, вот, и сказал, что вот он надеется, что он станет вот партнером для Гейдара Алиева, чтобы достичь мира. Более того, он сказал, что я единственный человек, который может дать решение и обеспечить освобождение захваченных районов. Мы называли их оккупированы. Вот, потому что, как он сказал, я их, так сказать, завоевал, я и могу принять решение и отдать их. И мне это будет легче, чем кому-то другому со стороны. Почему? Потому что я непосредственно имел отношение вот к этому, к этой оккупации. Ну, он так не говорил оккупации. Ну, в общем, о взятии под контроль. Вот, после этой встречи структура урегулирования конфликта полностью поменялась. И мандат Минской конференции от 24 марта 92-го года, на основании которого действовали сопредседатели, он поменялся. После этой даты ни армяне, ни азербайджанцы в Карабахах практически нигде не появлялись. В каких переговорах они не участвовали. И конфликт стал армяно-азербайджанским. Это было большое достижение, которое было достигнуто тогда. Скажу откровенно, Гейдар Алиев, как опытный политик, использовал амбициозность Роберта Кочаряна, который буквально несколько недель назад избран президентом. И в психологическом плане человек скажем из другой страны пришел и стал президентом Армении. Поэтому для него концентрация всех процессов в своих руках была связана с собственной политической значимостью. Я так понимаю, это моя оценка. Вот Гейдар Алиев это все убитый. Поэтому после этого встречи до войны 20-го года, после войны 20-го года и сегодня происходят между Арменией и Азербайджаном. Между президентами Армении и Азербайджаном, между министрами Армении и Азербайджана и так далее. То есть мы видим, что структура конфликта поменялась. Азербайджан, как я уже сказал, достиг той стратегической задачи, которую он ставил перед собой. И я вам скажу, что дипломаты любят после каждой встречи говорить о победах. Но есть, скажем так, успехи и победы, в которых молчат. Азербайджанская сторона 20 лет молчала об этом, пока после войны 20-го года не возник вопрос. А где Карабах? Почему его нету не заявлений от 10-го ноября? Почему его нету нигде? И тогда, как вы знаете, в Армении развернулась очень яростная дискуссия. Кто виноват во всем этом? Поэтому азербайджанская сторона, азербайджанские политики и прежде всего Гейдар Али о том успехе, которого он достиг, никогда вслух или публично не говорил. Но то, что это тема или фактор или тезис или элемент азербайджанской позиции стал основополагающим, мы видим сегодня. Какая претензия у всех с армянской стороны и у многих скажем относящихся симпатии к армянской стороне политиков к Азербайджану, почему вы не садитесь со стол переговоров с карабахцами, с Нагорным Карабахом и так далее и тому подобное. Почему Азербайджан не хочет открывать переговорный процесс и так далее и тому подобное. И вот из-за чего не достигла результата Вашингтонской встречи. Потому что армянская сторона настаивает, чтобы в этом мирном соглашении присутствовал пункт о том, что азербайджанская сторона принимает на себя обязательство продолжить вести переговоры или вести переговоры с армянами Карабаха при международном участии. На что президент Азербайджана сегодня отвечает, что мы этот вопрос закрыли. Такой проблемы не существует. И основу этой сегодняшней позиции была заложена 25 лет назад. И без малого 24 года с половиной Азербайджан об этом молчал. Но молчал как? Он вслух не говорил, где это случилось, как это случилось и так далее и тому подобное. Более того, ведь эту логику принял сегодня не только Вашингтон. Эта логика собственно заложена и в основу заявления от 10 ноября. И Россия приняла эту логику. Давайте вспомним вот эту пресс-конференцию на встрече Путина с Алиевым. когда после раунда переговоров Путин сделал свою часть выступления, в которой сказал о том, что какие-то проблемы могут рассматриваться потом, на что президент, как я уже сказал, сказал простую фразу. Конфликт завершен и для нас этот вопрос закрыт. Ну вот это вот, если позволите, определенный экскурс или такой ретроспективный анализ дипломатической деятельности нашей по обеспечению территориальной целостности и суверенитета своих стран. И все-таки возвращаясь к вопросу о непоездке Алиева в Москву, я думаю, что все-таки здесь была политика, потому что съездить на несколько часов на парад сплетать можно было всегда. Ну и это хорошо на самом-то деле, что есть аргументы, да, понятно, что официально это обставлено так, что мероприятие в честь столетия, но столетие это десятого и девятого. Гела, а почему вы считаете, что мой экскурс воспоминания 98-го года был сказан вне контекста вот этого парада? мы же с вами уже в ходе этой беседы сказали, что Пашинян сделал заявление, если Россия возобновит свое предложение, ну, известное, помните, да, Вашингтон, кто предлагает, мы предлагаем другое, если Армения принимает эту позицию, то мы ничего не можем сказать, и вот Пашинян перед приездом туда заявляет следующее, что если Россия возобновит свое предложение, которое противоречит позиции Соединенных Штатов по этой теме, то Армения в этот раз поддержит российскую позицию и будет благодарна за выдвижение этого предложения. Ну, а чего там делать? Будем считать, что я уточню для зрителей, мне просто интересно другое в такой этой ситуации, у нас остается очень мало времени, но мне интересно другое в этой ситуации. Вот в этой ситуации, ну, ведь Пашинян смотрите, не сможет сказать нет Западу тоже. 14-го числа намечена встреча в Брюсселе, только 19-го Байрамов и Мирзоев встречаются в Москве, а 14-го числа еще и в день немецких выборов, намечена встреча в Брюсселе, а при этом, при всем, при этом, при всем, тут же Капыркин выступил, сказал, что в ближайшее время, а в ближайшее время у нас сегодня уже 10-е, остается 4 дня до встречи в Брюсселе, в ближайшее время это до 14-го Алиев и Пашинян встретятся в Москве. Какая-то гонка по вертикали получается тут. Ну, во-первых, встреча в Кишиневе, в Брюсселе. Ну, это 1-го июня, вы понимаете, в чем дела. Сейчас все так быстро, что 1-го июня, мне кажется, далекой перспективой. Там состав не тот, который мы имели в Вашингтоне. Силы не те, позиция, позиция, скажем, не совсем та. Поэтому давление на Пашиняна после Вашингтона, хотя Пашиняна не было в Вашингтоне, по телефону-то давили через его министра. Вообще, он сказал странную правду про роль своего министра. А, говорит, пускай он там договаривается, что он хочет, все равно потом я буду принимать решение. Я ему дал полную свободу, пускай договариваются. Это что такое вообще? Это новое слово к дипломатии, да? То есть, министр, а зачем он туда поехал? Просто поговорить? Это Пашинян комментирует свои взаимоотношения со своим министром. Пускай он там говорит, что хочет. Я могу утвердить то, что он сказал, о чем он договорился, а могу и не подтверждать. если он таким образом ушел от прессинга со стороны Вашингтона, то я не думаю, что в Брюсселях у него будет какая-то другая проблема. Там все свои в конце концов. Ну, я имею ввиду французов. Мы посмотрим, поживем, увидим. Лихо закручил сюжет. Огромное вам спасибо за очень интересную беседу. Будем наблюдать. И вы знаете, что все это мне напоминает сюжет из захватывающего приключенческого фильма. Хотя мне бы хотелось, чтобы была какая-нибудь явно не драма, но какая-нибудь такая спокойная мелодрама. Ведь это что когда-то в видеосалонах Грузии назвали жизненной. Вы знаете, есть определенная символичность во всем том, что происходит. Пашинян в Москве просит за Карабах. Хозяин Карабаха Азербайджан, его президент Шуше. Тут, по-моему, позиции, как говорится, очевидны. И кто какие сигналы подает, какие месседжи, как сейчас приняты, вид на него в жженом глазах. И я завтра, и я тоже десятого буду слушать, скажем так. Огромное вам спасибо за очень интересную беседу и большое спасибо всем нашим друзьям, которые смотрят этот канал. Всего доброго и до новых встреч. До свидания. Редактор субтитров Корректор А.